ну чё приветище амигос я считаю сегодня пятница решил расслабиться в корабликах кораблики самая наверно расслабляющая игра потому что но она не требует вообще но игра для самых тупеньких да ну не обижайтесь фанат ну реально проанализируйте да и нужна ли реакция в этой игре нет не нужно здесь у вас есть примерно по 9 по 20 по 10 секунд на то чтобы реагировать на какие-то изменения вот в военной ситуации да как бы ну корабль же не может там резко дрифтануть остановиться или то есть все плавно долго то здесь поэтому вот реакция в принципе не нужно то есть глазомер только вот максимум до единственное что надо чтобы играть корабли ну короче можно пьяным говно играть как угодно то есть игра такая то есть реально отдыхать заходить да это не war thunder диан там врага в кустах высматривать в реализме да или или ваншотов опасаться там в аркаде вот короче значит говорят что сейчас вышел вышло обновление короче все корабли порезали эсминс там короче кроме линкоров типа ну как бы если перефразировать да wargaming имеет привычку апать какую-то технику путем нерфа другой какой-то техники да ну то есть там ну кто помнит как pt вводили 10 левел от какие-то мутки со стэшками были вот то есть короче там допустим там какой-то танк там 10 левел проигрывать другому танку 10 левел это не повод чтобы апать этот танк это повод чтобы порезать тот танк ну wargaming баланс вот но для того чтобы сбалансировать корабли короче с линкорами да надо было короче забрать у эсминцев двигатели и выдать весла короче матросам ведь он тут даже дырки есть он весла высунули и погребли короче тогда у линкора в этой игре будет хоть какой-то шанс то есть линкор будет актуален конга а кстати что-то не посмотрел какой там как выглядит хоть десятка линкор у этих у америкосов монтана как джинсы сука прям монтана монтана чё-то короче ну орудия до здоровые но очень здоровые до борода короче монтана ямато то покруче будет ну чисто внешне а бисмарк ведут бисмарк вообще будет просто наверно блин он 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 такие монтаны крутил просто ептать на своих своих орудиях а чё а чё у русских кстати аврора и мурманск чё за мурманск еще чё за нахрен крейсер мурманск вообще никогда не слышал ладно бы аврора и варяг было да но варяга наверно нет потому что аврора и варяг то практически один и тот же корабль только аврора крейсер а тот бронепалубный какой-то там корабль у них даже вооружение похоже у варяга просто крупнокалиберных было больше а у аврора 75 миллиметров вообще нахрен здесь вот игре крейсер аврора делает я кресть крейсер аврора по-моему знаменит только одним то что он пукнул в сторону зимнего дворца и свои пушечки во время революции больше ничего собственно выдающегося не сделал там воевал даунта в какой-то войне там по русско-японской что ли или это варяг русской но я не сигарила не силен во всей этой флотской херня вот короче ну реально аврора с чем ассоциируется с революции больше он он не какой-то там прославившийся в боях да там выдающийся корабль вот странно что аврора есть а варяга нету про варяг даже гимн песню написали причем написал песню немец прикиньте то есть врагу не сдается наш гордый варяг написал немецкий какой-то композитор короче песня изначально была на немецком то есть но там тоже собственно ничего выдающегося корабль не сделал ну принял неравный бой там варяг плюс какой-то катер против нескольких кораблей там японии по моему это там не то что не то что в бою потопили да там то есть но в песне до поется что мам врагу не сдается наш гордый варяг но вообще-то короче там вроде как я так читал когда-то да вот когда и про и про песню вычитывал то есть ну захотелось мне узнать чего выдающегося дело сделал варяг что про него песню написали вот короче там 30 матросов по-моему убили 100 ранено то есть ну матросов забрали короче из корабля корабль затопили но их как бы не в плен взяли на нейтральные корабли так что они не сдались просто не было возможности продолжать бой ну примерно как как на бисмарке да бисмарк же тоже не смогли затопить хотя всем флотом обстреливали просто матра матросам заебало что их там метели со всех сторон уже обстреливают не первый час реально и все не могут затопить и они короче сами подорвали там что-то и бисмарк затонул но это по моему даже этот джеймс кэмерон когда нырял по-моему подтвердил короче факт то есть а бисмарк то не знает он вообще то есть потом его вообще победили только потому что случайно повредили ему винты то есть так бы он вообще может уплыл и скрылся да не суть короче сейчас начну нагибать короче вот никто на пивасик не не донатит пришлось на свои раскошелец а халявный он как известно вкуснее ну да те кто недавно канале на всякий случай скажу что я в общем-то не особый фанат очень редко его пью это лимонная а все все остальное оно мне на вкус как-то балтику-тройку напоминает то есть я разница вообще не вижу ладно короче а да чуть не забыл сука как увольте из варгейминга того человека который блять по умолчанию поставил здесь кооперативный бой и сука назвал его блять и сука это бой против ботов блять и он называется кооперативный с какого хуя он называется к вы чё блять совсем ебнулись но как вам блять ну понимаете вот я много говорил да там что непонятно интерфейс в улитках непонятно интерфейс в арморит warfair да даже в арморит warfair блять догадались написать две две кнопки сделать игра против игроков и игра против ботов блять опытный варгейминг ебанул какую-то кнопку которая называется кооперативный бой блять и тут надо навести по и и почитать то есть чтобы понять как бы что это написано то есть кооперативный бой мне мне кажется что это не Не знаю, какой-то... Ну, команда на команду, взвод на взвод, может, блядь. Ну, это просто вообще жопа. То есть, у Wargaming всегда было там, что игра представляет собой ангар и кнопку в бой. А тут с какого-то хуя надо сначала почитать, что-то пощёлкать, чтобы нормально в бой выйти. Бред какой-то. И реально у ботов есть ники. То есть, я вообще вот реально прошлое видео записывал, я не знал, что с ботами играю. Ёбнулись, короче, вообще. Ну, просто, бля, хуйня. И многие, да, потом написали, что да, я тоже там какое-то время играл против ботов, блядь, и не знал. То есть, пиздец. Вот. А, матерюсь в видео, да, мне насрать, в общем-то. Мне Wargaming за рекламу не платит, как уверены многие там в комментах после первого видео про улитку, короче, пишут, что мне... А, или про мыло, да, мыльные танки от Mail.ru. Говорят, ой, проплаченный картошкой, да пиздец. Когда вы видели, чтобы картошка кому-то хоть копейку заплатила? Тем более, блядь, канала, у которого тысяча подписчиков было на момент выхода видео. Кто будет платить-то, ёптать? Бред собачий. Ладно, короче, где мой Кливланд? Вот. Неплохо эсминец тебя зарекомендовал в бою против ботов. Надо нагнуть игроков. Всё, случайный бой. Нормально. Против игроков будет, ёптать? Надеюсь. Сразу видно, да, какая техника в этой игре популярна, а какая нет. Wargaming вот любит собирать статистику. Как насчёт вот этой статистики, что на линкорах и эсминцах никто играть не хочет? Ну, пожалуйста, вот в итоге бой, то есть... А чё, видимо, катера, короче, порезали. Чё-то мало катеров. А почему линкоры стали синего цвета, а не ж красного были? Или как там? То есть, чё-то цветовая гамма таблицы изменилась, я теперь не понимаю, кто на каком корабле, короче, в итоге. Вот это что? Это я знаю линкоры, это что? Линкор. Линкор. То есть, линкоры теперь фиолетовые, а чуть-чуть голубоватые, да? То есть, одна цветовая гамма, да? Оттенки синего, сине-серого. Это уже крейсеры пошли. Белые, значит, это эсминцы. И серые, это авианосцы, ну пиздец, да. Гениальное изменение, отлично вообще, молодцы. Не зря патч, не зря обновление, блядь, скачивал. Иконки кораблей цвет поменяли, ну ёпта, куда же я без этого-то пошёл бы-то? Так, а чё? Я вижу, что некоторые уже поплыли, короче. Странно, что на моём 100 мегабитовом интернете всё так долго и печально грузится. Водичка, конечно, хороша, но как заметил один человек, отражений, короче, корабля в воде-то нету. Ну, это такие мелочи, я не знаю, я бы не запарился. Но чувак говорит, что у него художественное образование, поэтому он сразу заметил. Я первое, что заметил, то что людей на палубе нету. Так, теперь понять бы, что вот это за хрень. Ю это значит, Ю это разведчик. Да, Ю это разведчик. Так, по цвету, по значкам-то и непонятно, да? Вот, самолётик в прицеле с оторванным крылом, самолётик с прицелом, то есть, значки практически одинаковые. Ладно, несу, сейчас надо, короче, нагнуть, а то... А то мне пишут, что я ракан во всех играх. Это ж меня так сильно задевает, что... Я-то думал, что я задрот, а я рак, оказывается, ужас. Обнаружены силы противника. Чё там за силы противника? Поносные самолётики? Кто-то даже доебался, что я выразился, типа... Анти... Антивоздушная... Противовоздушная авиация, там чё-то, типа, я неправильно сказал или какие-то... Блядь, я не знаю. Душнота вот эта, которая прёт на канал с онлайн-игр, это просто нечто. Я просто поражаюсь иногда. Так, ну-ка. Ну-ка, захерачите вот это. Тут важно, когда самолётики летают, смотреть, короче. Перед тем, как... Перед тем, как выпустить торпеды, они делают вираж, вот как сейчас они сделали. Вот, видите, торпеды пошли. А мы так, опачки. И право руля. Ёб твою мать. Но, сука, на этом корабле, походу, я херу вернусь от торпеды. Не, должен. Ой, да я по прямой бы просто уплыл, наверное, нет? Да, я уплыл. Чё-то дальность какая-то у торпед не очень какая-то. Ну, какой, какой там человек на авианосце играет, так и торпеды. Чё значит, вот этот перк ПВО в боевом режиме и ПВО в обычном режиме? Это чё, блядь, такое? Бой идёт. ПВО по умолчанию должны, блядь, в боевом режиме работать, ёптать. Без всяких там, нахрен, перков. Сука, чушь какая-то. А, они, понимаете, Wargaming уже начал выдумывать. Выдумывать какие-то перки, да, чтобы балансить дополнительно. Балалансить. Балансить корабли дополнительно перками, то есть выравнивать. Пуша-команда получила преимущество. То есть недостаточно того, что там у этого пушка мощнее, этот манёврений. Просто линкору, линкору надо давать дополнительные плюхи. То есть иначе на нём вообще никто не будет играть. Это они, это они молодцы, это они поняли. Потому что линкор косой, долго стреляет, не актуально всё это говно. Я чё-то слышал, сказали, что улитка свои корабли тоже сделает. Вот это интересно будет. Как там, тоже боеприпасы половину надо будет выкладывать. Ага, и вон торпеды полетели. Торпеды проплыли. Ой, это... Ну, ну вот это сразу видно, с людьми-то поинтереснее. Сразу толпы, да, там появились какие-то. Кучненько. В толпу стреляй, не промахнёшься. Чё, где торпеды показаны? Индикатор торпед какой-то умственно отстал. Ёпта-ки, я оттуда уплыл час назад, он мне показывает, что там торпеды сзади остались. Сука, нравится мне эсминцы, как они заряжаются, короче. Торпеды по правому борту. Откуда они, нахуй, здесь? А-а-а. Не-не-не, они не должны так далеко уплыть. Что за чего-то, не кончились правильно. Как-то не очень далеко. Неудобно так стрелять. Ой, бля, снаряды-то летят полчаса. Почти попал. Ну, за почти попадание тут почти медаль только могут дать. Хе-хе. Сука, наводчик кержаков какой-то, блядь, ни хрена. Вот, то есть, снаряды видно, что медленно летят, да? То есть, есть такое, типа, чувство, что можно увернуться, но у тебя так же медленный корабль поворачивает. То есть, хера в нос ты, куда увернёшься, по большому счёту. Ну вот, я чуть-чуть жопу убрал, да, и всё равно... О, увернулся, смотри-ка, блядь. Да я недооценил свой скилл опытного, блядь, матроса. А-па-па, мимо-мимо-мимо. Но, тут либо уворачиваешься, либо стреляешь, и то, и другое сразу-то... Чё-то я выплыл, короче, как-то смело. На толпу врагов, короче, надо от них сейбл сделать. Ага, и торпеды появились. Поздновато как-то старший помощник лом торпеды спалил. А, ну это вот этот говнюк подплыл, выпустил, короче. Ну, чё-то две торпеды, это... Не попал бы он ни хрена. Это по линкору только. Вот линкор бы всё, линкор бы их словил, как бы. Но эсминец пытаться торпедировать, ну чушь полная. С такой дальней дистанцией. Наивный, наивный очень человек. Я смотрю, что у них вся команда сосредоточена именно здесь. То есть больше никого нигде нету. Так, я приближаюсь к краю карты, это опасно. Там можно застрять, на самом деле. Корабль-то задом вообще почти не сдаёт. Так, чё у меня там? А, здесь же не пишут ни опыт, ни фраги. После улитки непривычно как-то. Вот улитки в этом плане молодцы, короче. Они сделали, ну я уже говорил, да, прозрачную, короче, вот эту статулу там, внутрикомандную, да. Видно, кто чё полезного в бою сделал, да. А Wargaming, даже Wargaming, пытаясь скрыть то, что в их игры играет одно рачьё малолетнее, они даже запретили моды, короче, оленемеры. То есть, они против оленемеров, то есть. Ну, они не особо за этим и следят, потому что им впадло, грубо говоря. Они так-то уже на самотёк давно всё пустили. Но на словах на форуме оленемеры запретить не применули. Что, конечно, вообще глупость полная, но... Сколько раз на форуме жаловались на то, что взрослота даёт своим детям аккаунты поиграть, да. Там ИС-7 заходит в бой, вроде стата неплохая, едет и сливается. А потом на форуме пишут, мой ребёнок продал ИС-7 на моём аккаунте, что мне делать? Повесься, ёпты, что тебе делать? Ну, от одного увернулся, но от второго уже хрен там. Вот это вообще дерзкий корабль какой-то, блядь. Метки падла. Вот я, сука, походу прокосил. Сейчас я, походу, отправлюсь измерять глубину фарватера, блядь. Хрен от тебя лысого, сука, падла. Змей, блядь. Надо кого-нибудь уже отправить, не знаю, привет этим крабам передать на дне. И-а-а-а, бам, попал, ты посмотри. О, ну я-то покруче, я ему ещё и самолётик выключил, короче. И поджёг ещё этого негодяя. Ну, линкор стреляет в этой игре дальше, но нам-то понимать, да, что с такого расстояния он один хер никуда никогда не попадёт, скорее всего. А вот этот эсминец отбился от стада, как оленёнок, и плывёт, наверное, смерть навстречу каким-то торпедам там чьим-то. Ну, вообще, я его классно рихтую. По-моему, я ему винт сломал, он плывёт только прямо теперь. Огребай, да, о, вот это, ай, нравится. Ой, торпедные аппараты выпилил с корабля, понёрфил, занёрфил корабль прямо во время боя. Чё это он решил задний включить? Ты чё, чувак? Мы же тобой так классно перестреливались, ты смотри, сколько раз в меня попал даже. Чё-то скорость у него совсем опечалилась. Загрустил, чувак. Ну, за остров-то нельзя его пускать, ёптать. Вау, салют как на праздник, смотрите. Ой. Вражеский крейсер уничтожен. Последнее, что я видел в своём прицеле, это гордый американский флаг, который реял на ветру. Кто-то включил дымовую завесу, или это чё? Или режим стелс. Как в том эксперименте с Николой Теслой, а исчезающий кораблик. Сарик работает херовина. А вот это, а вот это говно в меня летит птичья. И... Да, вот что значит линкор попал. Каким-то чудом, блядь, немыслимым. А, так я в берег воткнулся. Ну, я вот говорил, здесь постоянно вот эта тема, что увлекаешься перестрелкой и втыкаешься, сука, в берег. Так лети нахуй, пока не затопили нас, бля. Из-под воды уже не взлетишь, ёптать. Ой, башню уничтожена, да. Опять же, где моя вся команда, собственно говоря? Что она там делает? Там, где она находится, чем она занята? О, отлично, у меня одна башня осталась. Как чувак снайперский, может показаться, что он мне умышленно башни отстреливает, но на самом деле, ни хера подобного. Но уже как бы смысла нету на этом корабле плавать с одной башенкой. Вот чё мой линкор мне нихрена не помогает? Я ж по карте вижу, что он там сзади где-то. За ебало это мышь. Вот. Блядь, мышь опять, сука, подвисла. Это чё за лохань какая-то парусная, блядь, плывёт. Пью! О, так грустно летят мои снаряды. Ой, попал, смотри, всеми. Когда уже смысла сопротивляться нету, решил, решил напоследок бахнуть. Да, как тут, конечно, уныленько. Особенно после реализма из улитки. Где вообще одни ваншоты, а тут тебя долбят 20 минут и утопить нихрена не могут. Как вообще-то корыто плавает за счёт чего? Ну, на воде ещё держится-то. Два пожара, ёптать. Три взрыва боеукладки в башнях. Один хрен. Плаваем, ёптать. О! А это что? За весельная галера? А, это линкоры есть, смотри-ка. Ну, падла. Врагу не сдаётся наш гордый варяг. Нате, сука, в башню главного орудия. Чё за херня? Чё случилось-то? А, мы победили. Даже затопить меня не успел. Лошара! Ну вот, короче, походу, без премиум аккаунта в этом бою я привёз 1200 опыта, блин. Я говорил о том, что... Говорил о том, что варгейминг до опыта вот в кораблях очень жадный какой-то. Ну, реально, то есть... Модули. Сколько мне надо? 70 тысяч на следующий корабль. И не все бои такие удачные. То есть больше 70 боёв надо сделать. В улитке я сейчас Т-54 вкачал, да? Там вообще, там, 200 тысяч опыта, по-моему, надо было, да? Или что-то очень до хрена. Но за счёт того, что ты играешь на трёх танках в бою, то есть опыта в итоге получается, что ты привозишь достаточно много. То есть техника качается в улитке. Ну, особенно с премиум танком, очень-очень быстро. В аргейминге, там, на танках 7-8 левела надо, не знаю, около месяца, наверное, кататься, чтобы выкачать. Ну, вот здесь вот реально ещё 47 тысяч опыта на фусо привезти. Это вообще очень даже реально. А дальше что-то уж совсем, по-моему, опыта до хрена надо. Но, не знаю, может, так кажется просто. Но здесь ещё имейте в виду, что это... Это звучит так, да, что типа 70 боёв. Ну, вроде немного. Так здесь и бой-то один идёт минут 15-20. То есть вы прикиньте, что сколько это... В минуты пересчитайте, то есть и в часы. Вот сколько часов надо зарабатывать 70 тысяч опыта на следующий корабль. При том, что геймплей-то здесь, ну, объективно, не самый интересный. Не знаю, почему, но бои у меня аномально долго грузятся, конечно. Я успел свернуться, даже новости почитать, то есть. Наверное, потому что я в бой на линкоре вышел, а линкору тут вообще торопиться некуда. Какой бы он ни казался супер живучий, короче, но торпедами-то его утопить могут вообще в 2 секунды. То есть первое правило кораблей, которое я выучил, да, это никогда не выплывай из-за поворота вблизи острова. То есть остров всегда огибай по самой дальней возможной траектории, если ты на чём-то тяжёлом плаваешь. Потому что за поворотом вполне может стоять какая-нибудь, сука, весельная лодка, вооружённая... ...потивника на горизонте. Заткнись нахрен. Вооружённая торпедными аппаратами, которые радостно в тебя их сразу и выпустят, короче. И сдохнешь ты нахуй на своём линкоре, бля, в 2 секунды. Ну я-то, я уже говорил, да, первым делом пошёл линкоры качать, да, потому что я люблю большую технику, которая с большими пушками там воюет. То есть я вот на самолётах, на бомбардировщике пробовал играть. То есть почему я не играю в War Thunder, да, на самолётах? Вот мне пишут, поиграй на самолётах в реализме. Да нахрен мне на самолётах в реализме играть? Я люблю играть, то есть на тяжёлой технике. Я играл в картошки, допустим, на бомбардировщиках, да. Но в War Thunder, да, да, реалистично, хрен с ним, реалистично бомбардировщик очень быстро дохнет. Мне не нравится, что он быстро дохнет, поэтому я не играю в War Thunder в самолётах. Да и вообще, летать, походу, вообще не моя фишка. Сколько бы всего там не надо было знать, я не знаю вообще, кто эти люди, за что они любят самолётные бои, то есть. Видимо, за то, что не надо учить зоны пробития у самолёта, это бесполезно. Попадёшь куда попадёшь, да и хрен с ним. Ну вот видите, да, скорость перезарядки. И скорость перезарядки и скорость полёта снаряда, вот какой шанс у меня попасть по эсминцу издалека на этом линкоре? Шанс 0%, если эсминец, сука, не аутист. А между тем, между тем, вот это уже прилетел... Вот это уже прилетел... Ээээ... Эскадрилья прилетела авианосца и бомбы сбросила, торпеды сбросила прямо на меня, они прямо на меня упали. То есть вообще шанса увернуться никакого не было. Это полное бородище, я считаю. Ну смотрите, да, опять торпеда. Вот, вот, смотри, смотрите, сколько торпед я сейчас поймаю. Три, да? Раз, два, три, да. Вот, вот, вот. Вот. И неважно, где бы я был, эти самолёты летели исключительно по мою душу. Вот так замечательно играть варгейминские корабли на линкорах. На грозе морей, блядь, этой Второй мировой войны, да? Ну, то есть последняя война, где вообще линкоры хоть как-то были актуальны ещё, блядь. Ну, почему хоть как-то? Ну, вон, объективно, бисмарк там бился, как лев там с целым флотом. Вот, выстрел линкора, блядь, ни одного попадания. Я просто, я просто чувствую свою полезность. Моя полезность в этом бою практически материальная. Её прям руками можно потрогать. Если линкор, блядь, вблизи нихрена не попадает. То есть снаряды летят очень косо. Вот посмотрите, да, у крейсера снаряды летят кучненько. Линкор выстрелил, блядь. Один снаряд налево, второй право, первый выше, второй ниже. Хуй поймёшь, типа, такой там дамаг не ебаться, что просто нельзя ему давать попадать так просто. Он должен косой быть. Ну, попал я, блядь, один раз в этот эсминец. Ну и хули дальше. А вот, смотри, ещё торпеды плывут. То есть, блядь, вообще. Я не знаю, кем надо быть, чтобы играть в эту хуйню на линкоре. Линкор, я и хуй знаю, техника, я не знаю, для кого, блядь. Для каких-то конченных фанатов. Ну, я знаю, да, сейчас напишут. Да, на линкоре надо стрелять издалека. В кого, ёбаный в рот, линкор может попасть издалека? Вы чё, ёбнулись? Он, нахуй, вблизи, блядь, ни в кого не попадает. То есть, линкор это абсолютно уёбищный кусок дерьма, блядь. Wargaming стайл. И вот весь Wargaming так когда-нибудь ко дну пойдёт, как, блядь, тонутых, сука, сраные, блядь, корабли. На самом деле, единственное, наверное, что мне интересно в этой игре, это было бы поиграть на технике 10-го левела. Потому что я её даже на тесте тогда ещё прокачать не успел, да? Вот, до того, как они меня забанили, блядь, проявив своё охуительное... Просто, я не знаю, как это даже назвать. Вот. Обычно, то есть, Wargaming всегда лояльно относился... Лояльно относился к... Или как там... Ну, так, как... Блядь, короче, им насрать было на то, что, блядь, с матом ругаются в играх. Это им всё похер было. Вот. А тут вдруг, блядь, на тесте они, блядь, разобиделись, что их отхуесосили. Ну, пиздец. А чё вы хотели-то, блядь? Блядь, всегда в любой игре люди будут хуесосить разработчика по поводу и без повода. На Т. Что это на Т? Где... Как тут навестись? Что это такое? Увеличить дистанцию гарантированного обнаружения кораблей и торпед, в том числе в области дымовой завесы. На антидым, понятно. То есть, вроде как я слышал, что планировали вообще-то подводные лодки ввести, да? Здесь. Ну, тогда нужны будут минные катера, блядь, а тогда ещё противолодочные, то есть... Дополнительный геморрой всякий. Поэтому, видимо, решили не делать. Или, может, попозже сделают. Да когда попозже? Игра уже открытый бета-тест. До сих пор, блядь, Советского Союза в игре нету. Что за чушь? Обычно, если какая-то военная игра назревает, то там про Вторую мировую. Там первым делом появляются немцы и Советский Союз. А уже потом там американцы, блядь, ещё какая-то хуйня. Но ток не здесь. В корабли решили первым делом прогнуться наоборот. Под Америку, блядь, Японию. Тут, нахуй, немцев и Совков именно, которые две страны, которые, собственно, и делали вторую историю Второй мировой войны, творили. Их нету, блядь. Поразительно. Анти-маркетинговый ход, по-моему. Вот, а на технике 10-го левела было бы интересно поиграть, чтобы окончательно укорениться во мнении, что линкор говнище. Вообще, нахуй, ненужное. Потому что там на последних левелах, по-моему, у торпед вообще какая-то безумная дальность и скорость перезарядки. World of Torpeds. Я бы так, наверное, игру назвал. Ну, серьезно, ну, бесит, блядь. Ну, просто нереально. Это все равно, что качать тяжелые танки, да, и в конце, блядь, немецкие. В конце эти дают Маус, блядь, Е100. А всем остальным дают снаряды, которые по 400 миллиметров брони пробивают. Ну, и что делать на этой технике? Нахуй она вообще в игре существует, спрашивается. Улиточка-то молодцы. Ой, блядь. А, да, тут же можно за выстрелом следить на колесо мыши. Вообще, вообще беспонтовая функция. Но зрелищно, блядь. Смотрите. Летим, блядь. Охуеть. И это не прервать причем. Пока не долетит. Ну, не долет, уже видно. Попробую камеру задрать. Может, снаряд изменит траекторию? Нет, нихрена. Команда противника получила преимущество. А, да, я что-то опять вырвался вперед. Но я на захват правильно полетел. Это же картоха, тут вся суть игры в захвате. Такая плотность огня была, и я не попал ни разу в этот, сука, кораблик. Почему-то этот корабль залп вообще не делает. Ну, давай-ка включим обнаружение, короче. Может, торпеды где-нибудь плывут. Они что, не хотят, да, точку у меня забирать? Ну, пошли в жопу тогда, я один тут поплаваю. Там просто, если посмотреть, короче, на линкор 10-го левела, там у Ямато вообще какая-то смешная скорость перезарядки. Там что-то один выстрел чуть ли не в полторы минуты, по-моему, да? Ну, я понимаю, тяжелые снаряды, они, наверное, охрененно дамажат. Там, может, даже ваншотят, но... Ёптать, попасть надо сначала, попасть. А это сделать почти не... Это что, Аврора плывет, что ли, или что? Пароходик, ёптать. Эть! Тоже досадный промах. Я, по-моему, рулевого ему застрелил. Мне штурвал что-то нарисовали. Или что это значит? О, еще башенку. Ай, попал. Ай, молодец. Да, да, правильно, надо развернуться. Какая у меня там дальность-то у торпед, кстати? Не пора их там выпустить тоже. Опа! Попал, ты ж посмотри. Нихуяся. Неполадки устранены. Какие неполадки в пробирной палатке, ёптую мать. Че такое? А? А, понятно, свои же, свои же, смотрите. Кто меня затопил? Холера. За кого играет? За нас. Долбоёб, ёптую мать. Вот это пиздец. За что я, нахуй, ненавижу корабли? За то, что здесь играют одни ебланы в основном. Ну, просто, блядь, ну. Ну, ну, пиздец. Ну, блядь, ну его торпеды, ну, понимаете, они даже, нахуй, туда не доплыли бы никогда. Блядь, ну дальность у торпеды, блядь. Пять километров здесь меньше, ёптую мать. Хули он их выпустил, блядь. Долбоёб этот, блядь, с ником Холера, нахуй, четвёртого левела, блядь, минус один. По кому, блядь, он хотел попасть, если не по мне этот, блядь, идиот? Ой, блядь. Причём, смотрите, да, какая интересная картина получается. Вот эти бои, которые я уже записал, да, они шли подряд. Блядь, это единственный монтаж, это когда у меня мышка, блядь, ебучая отключалась. Ну, я же не ванамаз, мне рейзер-то никто не подарит, вот. И, или между боями, да, я, ну, повырезаю вот эти загрузки всякие, короче, ну, чтобы жалуются, когда видео час идёт, что час много, бла-бла-бла. Вот, и чё в итоге получается-то? То, что я и говорил ещё перед тем, как начал играть. Линкоры сосут у всех, а союзники это обезьяны с торпедами. Вот, заметьте, да, на линкоре меня слили в две минуты, блядь, а предыдущий бой меня ёбнул союзник торпедами. Ну, то есть, со времён закрытого бета-теста ни хрена в кораблях-то не изменилось. То есть, тащат только крейсеры, да, но это не значит, что надо бежать качать крейсеры, потому что варгейминг крейсеры... Варгейминг так всё не оставит. Варгейминг будет резать крейсеры, а варгейминг резать умеет, что вроде как и чуть-чуть и незаметно, а с другой стороны, ну, кто в танки играет, может помните, да, как АМХ-50Б и АМХ... Как порезали АМХ-50Б и АМХ-50-120, да, то есть, что там порезали-то? Две секунды из зарядки барабана прибавили, срезали 50 жизней там или 100, между выстрелами, да, из барабана там что-то какие-то доли секунды добавили, и углы наводки срезали там, то есть, пушка перестала опускаться, подниматься. Ну-ка, ну, мелочь, да, а в итоге танки стали так сосать, блядь, французские, просто в такое говно скатились. Вот, а порезали-то их вообще чуть-чуть. Варгейминг резать умеет. О, да ладно, они сделали карту в открытом море? Охренеть, я про это, по-моему, писал на закрытом бета-тесте. Как раз меня аккуратно, нахуй, и послали с этой идеей, по-моему. Ха-ха-ха, я говорю, а что у вас все бои-то в островах, в каких-то камней, что в открытом море-то ничего нету? Вот, нате хрен-то мать, и распишите, получитесь. А может, у меня острова не прогрузились, я просто глазам своим не верю. Неужели спустя 4 года Варгейминг начал слушать своих игроков? А то у них на форуме даже есть гламурный топик общения с бета-тестерами. То есть, типа, выделили бета-тестеров в отдельную кассу, такую небольшую. И в итоге весь этот топик превратился в переписку Даши Кнопки с ее дрочерами-фанатами, блядь. Ну, это так, это, 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 блядь, тут даже, ай. Все равно меня отхуесосят, скажут, что я нихуя не прав, короче. Я не знаю, вы если фанат кораблей, вы хоть напишите, что вам, за чего вы их любите, чем они вам нравятся. То есть, я вот реально играю в корабли, я даже не знаю, за что тут зацепиться. То есть, ну, реально игра, вот, ну, неделю поиграть с другом, все. Потом она надоест, вы уйдете в какую-нибудь другую игру. Ну, сколько вот боя идет времени, да, уже больше минут, две минуты. Я плыву вперед, ни одного врага еще до сих пор не вижу. Причем плыву вперед быстро, на катерочке. Катерочек-то вообще, то есть, такой, картошка, картонечка. Если вот сейчас, вот пока что, вот сейчас, даже несмотря на то, что в предыдущем патче порезали эти крейсеры, да, я до сих пор говорю, что в эту игру имеет смысл играть только на крейсерах. Только крейсеры тут нормально все делают, да, они не дохнут, как эсминец там с трех плюх, и не сосут члену всего, у авианосцев, блядь, и эсминцев, как линкор сраный. Ну, не, ну, согласитесь, да, ну, напишите в комментах, что реально крейсеры, это реально, реально единственная, существенная, блядь, реально единственная приятная техника в этой игре. Все остальное тут создано так, для толпы, чтобы было. Ну, типа, варгейминг... Варгейминг же стесняется сказать, что они, блядь, делают аркадные игры, они думают, что пытаются до сих пор всех убедить в том, что они-то, блядь, реализм гонят, ёпта. А нихерню какую-то, что все у них, блядь, по историческим ТТХ, которые историю уже давным-давно никто не переписывает, а ТТХ все, блядь, обновляются у техники с каждым патчем. Все новые-новые факты всплывают из секретных архивов, блядь, анэнерби, ёпта. Обнаружен. Видите, как плавает хитрожопа, то есть, Борис, хрен попадешь. Так, в жопу. Турбина, ёптать. Все же мы знаем про эти корабли, которые, блядь, на закиси азота, блядь, гоняют. Помните, короче, в этом? Назад в будущее профессор для поезда, короче, дрова. Дрова сделал, которые там с турбиной, короче, горели. Корабль, ну, поезд быстрее поехал. Вот здесь кочегары в топку такие же дрова кидают, походу, потому что я не знаю, откуда еще здесь такой форсаж мог взяться. Увидел выстрел, поворот. Хрен тебе в рот, ёптать, хоть что-то ты должен был попасть. О, а их там даже двое. Ну, перестреливаться, сука, с эсминцами даже не интересно, нихера. По ним и торпедами-то не попадешь. А тут, в общем-то, всегда вся надежда только на торпеды и была. Ай. Ай, Карамба, как больно-то. О, да. Да-да-да, я не торпеды. Но это суть игры, блин. Вся суть игры, на самом деле, в World of Warships, это друг друга метелить торпедами. Больше тут ничего интересного нет. Перестреливаться из пушек говнище полное. Ни дамага, ни смысла, ничего. Вот торпедой бахнуть, это всегда прикольно, это всегда дамажно. Ой, дальность кончилась. Но здесь же вторая мировая война, здесь торпеды не плавают по 10 километров под водой. Да. Ну и, короче, я хрена узнаю. Надо плыть к линкору. Линкоры надо топить здесь. В бою, а там линкоры есть? Да, целых раз, два, три, четыре. Четыре каких-то энтузиастов, которые плавают на линкорах. Вайоминг какой-то, Нью-Мехико. Причем у них, смотрите, есть шестые левелы. А, у нас тоже. Но у них, по-моему, шестых левелов больше, потому что у них линкор есть шестерка. У нас два шестых левела. У них раз, два, три. Три шестых левела. Но это баланс по-варгеймински. То есть, варгейминг в одном прекрасном патче придумал такой баланс, что в одной команде может быть два танка десятого левела, а у другой команды может быть больше на один танк девятого левела. То есть, допустим, у команды, у которой больше десяток, у той будет больше восьмерок, блядь. Ну, это же хуйня полнейшая. Один танк десятого левела заменяет несколько танков, блядь, левелом меньше. Это, ну, ежуж понятно. Но это стандартная неприятность, когда разработчик сам не хочет играть в свои игры, к сожалению. А я сомневаюсь, что в варгейминге кто-то играет в World of Tanks. Они бы иначе карты выпиливали из игры дерьмовые гораздо раньше. Там, Малиновка бы там... Ну, Малиновка ещё нормальная карта. Мне Малиновка не нравилась когда-то, но потом... О, ну, давай, торпедочка. Блядь, ни одна не попала. Ёбнуться можно, какое говно. Я не любил Малиновку, но потом ввели в игру Камарин, и я Малиновку полюбил, короче. Да, топите меня, не насрать, на самом деле. Куда я там заплыл, блядь? Надоело уже, короче, ваше торпедное хренатень. Короче, не знаю. Лучше бы я это время на Безумного Макса потратил. По-моему, корабли это просто фейл. Что, короче, сейчас показывает, как сказать, сравнение игр, да? То есть, а я обычно говорю то, что думаю про игры, да? Мне никто не платит. То есть, это то, что Wargaming, кроме танков, ничего вообще не способен сделать приличного. То есть, самолёты у них, ну, посмотрите, блядь, ну, кто в них играет, да и там онлайн мёртвый. Корабли, ну, 31 тысяча онлайна сейчас в кораблях есть, да? Потому что это новинка, она вышла недавно. Сейчас выйдут эти, как вот, гонки, короче, от Гайджин выйдут. Все в гонки от Гайджин уйдут обратно. То есть, корабли, я говорю, они искиснут вслед за самолётами. Никто даже Бисмарк не дождётся, то есть. Ну, потому что, ну, игра, ну, вообще она не какущая. Она вообще неинтересная, на мой взгляд. Ну, неделя, ну, две поиграть. Я не знаю просто, чем эта игра может зацепить игрока. То есть, взрослого игрока нормального. Дети будут играть в кораблики. Я думаю, что их для детей и сделали, да? Я уже говорил, наверное. То есть, взрослому человеку тут, ну, делать вообще, ну, нехрен, да? Ну, пострелял ты раз издалека. Пострелял, два поперестреливался. Понял, что это фуфлы. Фуфлыга полнейшая просто. И всё. И пошёл в Armored Warfare играть какой-нибудь, не знаю. От Mail.ru. Ну, короче, не знаю. Напишите, что думаете, короче, вот. Ну, что-нибудь нажмите там. И всё такое. Адьёс, Amigas.